В Днестровске волонтёры и коммунальщики посадили полсотни молодых деревьев рядом в центре города. Тему продолжит Мария Китаева. Всегда нужно помнить о том, что ты джентльмен, говорит Влад, он студент ПГУ и волонтёр. Всю тяжёлую работу на посадке деревьев, например, копать яму, а потом засыпать, Влад девушкам делать не позволяет. Мужская работа для мужчин. Так прям охотно лопатой машешь, как будто не первое дерево уже посадил. Нет, не первое. Мы сажали деревья сначала в парке, потом в центральном парке возле Дома культуры, и в этот раз уже третий. Здесь живут люди, это двор, и здесь он должен быть зелёный. А вот сколько деревьев посадил за свою жизнь Сергей Марченко, сразу припомнить и не может. Которое дерево по счёту в своей жизни садите? Хороший вопрос, никогда не задумывался. В сотнях. В экологических акциях Сергей Николаевич участвует 15 лет. Высаживал деревья и в Днестровске, и в близлежащих сёлах. Прекрасная инициатива. И чем больше деревьев будет, тем благодатнее наш край будет. Это прекрасная инициатива. Не знаю, молодцы ребята, молодцы, которые придумали эту акцию. Её надо проводить ежегодно. Саженцы привезли из столичного ботанического сада. Тут полсотни деревьев, которым год-два. Дубы, обычные и колоновидные, катальпы. Вот как они будут выглядеть через пару лет. А ещё три вида клёнов. Для посадки, говорит Александр Константинович, условия сейчас самые подходящие. А в каком сейчас земля состоянии? Ну, она тёпленькая. Она не мёрзнет и хорошо копается. Место для новых деревьев, кстати, выбрали не случайно. Тут часто гуляют дети с мамами. Здесь неплохая парковая зона. Достаточно большое место есть для высадки. Ну, и находится эта парковая зона недалеко от школы номер один. Неподалёко от государственной администрации. Поэтому рядом находится детский сад номер три. То есть, в принципе, это очень хорошо, если здесь детки будут гулять. А это уже двор на окраине Днестровска. Детскую площадку обустроили здесь в прошлом году. Теперь озеленяют. На прошлых выходных посадили три десятка деревьев. Тут и альбиция, цветы которой напоминают пушистые розовые кисточки. Есть павловня и бархат. А уже следующим летом на площадке расцветут гибискусы.